Виктор Николаевич Савченко Дергала, немного еще раз быстрее задергала, наконец она остановилась Это что-то там, топливный насос или что-то такое вдруг, с чего ради, никогда этого не было вообще Ну сколько-то дергались, пытались обратиться в ремонт, ни у кого такого нету, ничего нету Это советское производство, русское, нет нигде Ну все-таки начали что-то делать, у нас второй аккумулятор, Николай его там поставил, я кнопку нажимаю Он что-то там в бак давит, там под давлением решили сделать, оно что-то сильно заманяло Я говорю, если так и будет брызгать где-то, мы просто сгорим здесь, надо убрать это дело, оно ничего не дало И постоит маленько, тогда мы сдвинемся, сколько-то метров пройдем Ну это сколько-то как, мы направлялись в Осло, сломалось же, мы сразу все отменили план Нам главное теперь добраться в Швеции до Стокгольма, в Стокгольме паром, до Турку и там нас уже ждут Отец Никита Игумин, там русские люди, но как туда добраться? Благодарение Богу, что сегодня это только 23-е, а нам 28-го надо там быть Ну и если бы даже по 100 километров в день мы проходили, по 100, то мы бы дошли Мы стоим на одном месте, вот какая природа вокруг, смотрите, лиственница Мне здесь больше всего нравится, большие березы, толстые, вон там видно где березы Вот, сосны, там какие-то кривые все, здесь настоящие сосны, вот отсюда отойди, Витя, покажи вон какие Как будто на Алтае находимся, это северная сторона, но сейчас мы в Швеции находимся Вот рядом трассы, свернули, стой, нам лишь бы добраться до Стокгольма Вот где, подошли, от полицейская машина подошла Как раз на трассе по направлению к Стокгольму, вон там пятно какое-то подтекает Щелкну несколько раз Сегодня 24 июня Мы находимся в Швеции, на пути в Осло в Норвегию, сломались, изменили маршрут свой Стали понемногу продвигаться по направлению Стокгольма И до Стокгольма более 400 километров, это приблизительно И вот поехали дорогой, которая среди леса Ну, эта трасса хорошая, двустороннее движение Не автобан, конечно, но Замечательная дорога И сейчас завтракаем Здесь брат наш, Игнатий Тихонович Завтракает Ангел за трапезой Вот расположились мы здесь Чайник у нас тут Скоро закипит Без выхода, машина совершенно не заводится А здесь первое сготовили, горячее Около 500 километров Да, Игнатий Тихонович говорит, что до Стокгольма еще далеко Машина поначалу ехала Только на Бога, Надежда Так, с легким дерганием Не знаю И мы помаленьку продвигались А потом совсем заглохло Ну вот, брат Николай Он опытный Говорит, что дело не в насосе А в электронике Это нужно диагностику проводить, так сказать Завтракай, брат Спасибо Ну, слава Богу за все Мы не унываем Уже связались с Хельсинки С Игуменом Никитой И он нам по СМС прислал Телефонные номера Священников, которые в Стокгольме Наших русских священников Лес удивительно красивый здесь Напоминает сибирский лес Тут и березы, и сосны, и осины Но особенность этого леса Он более, так сказать, густой У нас, если сосновый бор, то он редкий А здесь более густой Ночью довольно прохладно было У нас стекла запотели В машине спали Палатку решили не ставить Иначе могли бы замерзнуть Поют птицы Различные Погода чудесная Слава Богу за все Такой обстановки еще не были мы Отказала Топлину вроде насос Ну, как знать Ну, никаких признаков жизни машины нету Намертво остановились А вот какая полоса-то Стояли прямо на половине Там дальше яма То есть идет там Кювет И стояли, какой-то человек нашелся Все-таки стащил нас на площадку Это площадка 4 метра шириной 100 метров длиной Вот где можно было стоять Но стоять тут не будешь Мы вчера стояли 23 июня 14-го года Понедельник Сегодня мы стоим Добираться до какого-то населенного пункта Просто на этих На тяжах На этих Веревках-то тащить Здесь никто не берется на тросе Вызывать Навигатор Я навигатора боялся Не знаю как Потому что Эвакуатор 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 Эвакуирует Которую Они такие деньги сглаживают Но вот застряли здесь И уже их считаешь за благо Надо ближе где-то к деревне Провести диагностику Узнать что там у нас не ладится Тут сегодня уже разговор утром у нас был Надо было иномарку Вместо этой газели Нижнего Новгорода Ну правильно Надо Но где деньги Даже вот эти Неполно 700 тысяч И одну треть только собрали Кое-как Остальное на меня легло Что непонятно-то Да вот она такая Ну 104 тысячи километров Что-то значит Позади Если бы в запасе-то взяли Хотя бы Но самое необходимое Это даже вопрос не стоял Ну что значит там этот Топлинный насос Много места-то занимает-то Ну опять же знать как Поэтому Помощи никакой нету Ниоткуда Вчера полиция Кто-то сообщил И они поехали Приехали Ну проверили паспорта Ну мы не террористы И они уехали Я говорю Нам помощь нужна А мы не оказываем помощь Сели и уехали Ну мы с ними сфотографировались Нужно куда-то прибиться сейчас У нас есть сейчас уже телефон из Стокгольма А это 500 километров почти Ну телефон это телефонами А что они люди сделают Когда мы не можем сказать Своё местонахождение Не знаем даже Не знаем Как сказать-то Никакого населенного пункта нет На карте нигде не отмечено Потому что мы шли в Осло Норвегия-то И она сломалась Ну защихала Как говорят Задергалась Мы сразу маршрут изменили Решили оставить И пойти в Швецию Нам необходим Стокгольм Где 28-го мы должны сесть на паром Должны Там заплатили Не приедем Значит там пропало всё А уже дальше в Турку переедем Там наши люди Как-то Можно было бы даже Подождать Прислали когда-то что-то Ну как-то среди своих Лес Конечно лес хороший Сосны И даже осины Берёзы Ну сильно напоминает Наше место Там где мы живём На Алтае Мамотовский район От Потеряевка Особенно так Но когда ты знаешь Что ты находишься В таком положении Каково Вот Иномарка А иномарками забиты Здесь все у них Ремонтные пункты Это Я считал Гарантии Это никакой не даёт Конечно лучше Тут легко детали Найти было бы И проще Я сегодня спрашиваю Скажите А в космос летали Чьих космонавтов Больше погибло-то У них два раза По семь человек Погибало Иномарка То есть Где ни возьми Ну нельзя Гарантии Никакой дать Ну мы Ясное дело Что просчитали Что с собой Ничего этого Не взяли Я Знаю Что надо было взять Да тогда что Взять всё Надо было Вторую машину С грузом Тут мотор Ну не мотор Ну где А от бензина До выхлопа-то Тут простые Это такие Топленный насос Там Генератор Можно было взять Ничего нету С голыми руками Выехали Гайку одна Надо было Соображать Ну что я соображать Я в машинах Не соображаю Сейчас вот Остановить машину Что есть сказать Дотащить нас Ну вряд ли кто будет Вызвать навигатора Сейчас пишем Составляем в полицию Послание Кому-то отдать Чтобы позвонили Что мы здесь Ну не будем же В консульство В консульство Тоже нужны Координаты наши И как в него выйти Языка не знаем Подходят Мы им по-английски Говорим Они английский язык Не знают совсем Не договоришься Мы им показываем бумагу Он полицейский Почитал Говорит Я понимаю А дальше стал читать Ничего не понимает Ну хоть не сгребли нас А как сгребли Я говорю братьям Пока машина с нами Нас считает еще За кого-то Как только машина У нас не будет Мы где-то оставим-то Мы делаемся Обыкновенными туристами Бомжами почти У нас с собой постельная принадлежность Собака Сухари Вода Все есть Но автономно мы не можем Бесконечно быть Нам нужна сейчас диагностика И поэтому Мы ко всем всегда обращаемся Ну и кто звонил От отца Кирилла Вчера Елисавета позвонила И Валентина Сортисон Нам нужна молитва Бог делает совершенно невозможное Невозможное И как он делает Он Нам не докладывает Как он делает Или это расположится Или машина заведется Да у нее там отрезано Не работает Не работает Может заработать Я знаю как Говорит Танки Там где-то учение было Танки А Солончак Танки просто садятся вниз Они там бревна тащат Она бревна тянет А там недалеко Домик Бабушка подошла Что сынки Застряли Что бабки надо-то И она камушек какой-то взяла На дороге Тут же Взяла Бросила Ну-ка попробуйте Ну что засмеялись Бабка ты бабка Что ты бы знала-то Посидели маленько Там покурили Ну давай попробуем Дернули И машина вылезла Танк вылез Вылез значит И на свободе Вот так у нас может Какое-то где-то Не хватает камушек Я сказал сегодня Братьям Вина в нас Это самонадеянность И беспокоянность Отвергнись самого себя Не оправдывайся Вот это уже Подлинная будет молитва Тогда открывает вход Господу Богу А когда стоим На своем Я что буду стоять На своем Моего тут и нигде нету Обеспечения Питания Связи Это все лежало на мне Оно нигде не терпит Никакого ущерба Ну это проще Но за машиной Смотрят другие Вот они Два брата наши А я-то тут Никакой роли не играю Вот Николай Это специалист И без него он спрашивал Была бы поездка Не было Я ему настолько доверяюсь Он дальнобойщик Но очень трудная дорога Ну понятно что Машина Ломается Ломается И не то нам Даже не тот Где-то Фильтр поставили Нынче в сервисе были Хотя тот кто делал Константин Мне понравился Как он делал Ну видимо Не так Что-то Никогда не досмотрено И вот сейчас я говорю Это когда кто-то будет смотреть Нам нужна помощь Именно сейчас Вот утро Ночевали мы нормально Нас оттащили Все-таки Вот видите какая Посмотри На тот конец Там видно или нет Где До куда Это стоянка доходит Нам нужна стоянка Где Можно диагностику сделать И узнать Ну как нам быть Если Господь благословит Значит у нас Все будет как есть Я говорю Сейчас вещи поедим Сварили завтрак Это редко у нас А то все Сырая вода Да сухари Вот сегодня Плитка Виктор Николаевич Готовил тут Ну а я еще тут Хожу По площадке По этой домолюсь Собака отдохнула Ну вот все Что у нас есть Не дай Бог Застрять И стоять долго И мы не можем Бесконечно стоять Тут и зима Нас застать может Кто даже и не слышит Не видит Пусть Бог на сердце Положит всем Помолитесь о нас Чтобы Бог В нас усмотрел Нечто лучшее Чем мы на самом деле Есть Но мы дело Дело Боже Это не коммерция Не путешествие Не паломничество Мы везем людям Весть о Христе Книги Вчера были в Копенгагене Это Дания Очень понравилось Какие библиотеки Там королевская Как нас приняли Как с радостью Книги взяли Тут много русских Раньше было Сейчас видимо поменьше Нашу газельку Затаскивают на паром Мы купили здесь Оплатили буксировку Специальную И вот ее потащили Сейчас на паром После всех машин Сегодня 25 июня 2014 год Вот мы в шведском порту Карлсхайм Вон она наша газелька На буксире Сейчас там будут Завозить По трапу Сделают круг Посмотрим куда ее Затащат нашу газельку И после всех машин Уже пассажиры будут Садиться Нам объяснили так Что В автобусе Куда Направо Да? Вниз Ну вон она газелька На паром И в Клайпеду Поплывем через Балтику Через Балтийское море Вон она скрылась А теперь мы будем А теперь мы будем С братом Николаем Игнать Тихоновичем И с ураганом Четыре миссионера Теперь мы пойдем на паром Слава Богу за все Сегодня 25 июня 2014 года Вот мы сейчас плывем на пароме Карсхамст Из Швеции В Клайпеду Литва Вчера еще мы не знали Что нам делать Полностью пропал Мотор нашей машины Ничего Нету И Нас притащили на навигатор И специалист посмотрел И говорит Все Показал руки крест-накрест Все Говорит Ни под каким видом Не ремонтируется Я ветер вижу Ветер дует Вот Ну и вот Один человек Как интересно Я спросил А где туалет И он подошел Я гляжу У него лицо такое доброе Высокий мужчина А тут Виктор идет Ну я сказал ему А ветер воды Спросил Где он ему показал И как-то разговаривались Они попросили найти Кто русскоговорящий Потому что Мастер сервиса смотрит И непонятно Что у нас Мы хотим объяснить Долго ли он у нас чихал Мы говорим Километров сорок Ну и он связался С русскими Русские люди здесь есть И они приехали Приехали Мать Людмила И дочь Надя Ну дочь такая У нее есть своих Еще трое детей И так приехала Мать-то с мужем Так-то подвернулись Еще раз Тщательно все рассмотрели Машину Ни под каким видом Ничего не связано С сердцем машины Мотор Ну и что сделаешь Какая причина В чем Вот Что делать Стали говорить Ну здесь не будешь стоять Тут у них территория Такая Надо искать Где стоянка Ну а стоянка-то дальше Дальше что Ну отвези Стоянка платная А дальше что Машина-то не движется У них нет деталей Потому что это Российская Газель Грузопассажирская Ничего нет Что там в моторе Полностью его менять Или деталь какую-то Что-то прогорело Там Короче Это невозможно Я говорю Как бы найти Так где стоянка Чтобы не платить Так где-то на окраине Кто-то Да мы сами тут такие Вроде на птичьих правах Ну тоже что-то издавали Какие-то книги Наши книги Сильно им понравились Ну ладно Вдруг появляются Два армянина Один как будто Каро Карен И они что-то тут Как будто у них Какой-то Гараж есть И заговорили И он говорит У меня можно где-то встать Это же удивительно Как Но у нас вообще Ничего нету И нас С этого места Выталкивают И дальше Перспективы Никакой Не достать Ничего Что делать Ну теперь Ясное дело Что мы в Стокгольме Не будем Там 500 километров До него А нас только что Привезли 50 километров Провезли Ну и 350 евро Сгладили Мы пока На этом Эвакуаторе То проехали Тут Что Уже больше Тысячи Повторяю Больше Тысячи Евро Это Ну чтобы понятно Было Что такое Тысяча евро Это 50 тысяч Рублей Вот так Понимаете И тогда Надя Это дает Совет Вам ехать Нужно Сейчас Вот Идет туда Корабль Этот паром Большой И ехать Именно В Клопеду А около Клопеды Там Недалеко Калининград И мы Выйти на ней Калининград А Калининград Это уже Россия Там Российские Детали К машине Можете найти Так это Неожиданно Было Предложение Нам Мы Зависли У нас Перспективы Никакой Ну и Они стали Звонить Узнали Где Когда Во сколько Договорились Привезти Ну тут 150 километров За сколько Он договорился Привезти За 400 Чем-то 300 Нет Нет 400 Чем-то 300 Нет Вон 800 Кажется Да 600 Чем-то Даже Было Евро Ну и Вот Доехали Доехали Тут Ночевали А утром Ну встали А вечером Только Паром Идет И вот На паром На паром Все садятся А мы Стоим Пришлось Заплатить Чтобы Нас Затянули На паром 100 Евро 100 100 Рублей Когда я За копеек Убьюсь Представьте Мое Состояние Я Вообще Завис И Не я Но я Знаю Что За всем А что Не знаю Вот эти Встречи Необычные Все это Мы засняли Везде Визитки Давали Беседовали То есть У Бога Что-то Предусмотрено Мы не для себя Едем Не паломники Миссионерская Поездка Мы людям Только даем И так Бог сделал И вот Сегодня Такие были Памятные Встречи С людьми Тут Зал Долго ждали И Виктор Принес Свой Ноутбук По нему Мы вышли В интернет Людей Всех Оповестили И материалы Вот И главное Рядом лесок Мне ездят Прогулиться С собакой А я Ублажаюсь Тем что Столько Хороших Людей Мы узнали Везде И вот Которые Продавщицы Билеты Продают Две Шведки Такие Приятные Ну Заботятся Тут их Власти О нас Позаботились Тоже Эти Которые Погружаются В зелененьких Таких Все Просто Замечательные Нам Сильно Понравилось Здесь Шведы Такие Радушные Люди Вот Ну а тут То нас За это время СМС Беседуем Из Калининграда Булкин А его там Нет этого Дмитрия Он путешествует По Испании Оказывается Ну тогда Мы на Сергея Козлова Вышли Этого Там Как-то Это Воронежского Парализованные Все Связи Начали Поднимать А Там уже Молятся Мы смотрим Ролик Поставили Из Англии Люди Стоят Дети До того Интересно Молитва О Лапкине Игнатия Я его Выставил Даже Это там Кто-то У них Снимал И они Молятся О благополучном Окончании Потому что Где мы Не сумели Прийти Вот такие Как Англия И Финляндия Куда мы Намеревались Попасть Из Стокгольма Там Илгумен Никита Тоже В печали Такой Говорит Как так Ждали За нас Заплатили 387 евро А у нас Нету То есть За нас Заплатили А мы Не смогли От нас Это не зависело Вот по окрестности Покажи-ка Виктор Николаевич Какая окрестность Это Финский залив Ехать Кажется 14 часов Или 12 Там Расстояние 412 километров Передали По радио Местному Средняя скорость 17 узлов Или 31 километр Час Около 14 часов Плыть Ну вот Мы уже в пути Главное То что нас Затащили Что там Взяли Что там Ну никак Просто мы Не можем Нигде Могли бы С кем-то Договориться Кто-то Затащил Куда поставить Тоже не знаем Вот какие Лодки Спасательные Посмотри Тут вот они Есть И вот Если благополучно Будет То завтра Уже Эвакуатор Нас Ждет Там Договорились С Калининграда И из Литвы Нас потянут Туда Это тоже Где-то Под 500 евро Ледет Ой-ой-ой Это 25 тысяч В переводе Чудно Все это Вот Но мы не для себя Все это делаем Когда узнают Чем мы занимаемся Ведем И просто Все удивлены Я понимаю Что это сделал Господь И за все Надо благодарить И Ну у нас Сидящие только места Намного хуже Чем когда мы Из Греции В Италию Переплывали А там Ничего нету Вплотную сидим Не лезь Ничего нельзя Ну Одну-то ночь Можем Одна ночь А собаку Там отдельно Сегодня не давал Ни пить Ни есть Ее заперли На 14 часов Паде выдержит Вот наша Обстановка Какая Если только Отремонтировано Будет Мы сразу Возвращаемся Здесь Из Вильнюса Венспе Латвию Рига Эстония И на Россию Войти Сегодня Немножко в интернете Побыли Новости Узнали Что Путин Не может войска Вести На Украину Без решения Федерации Совета Федерации Который отозвал Своё разрешение Но всё это Всё уже согласие Это всё игра идёт А люди гибнут Порошенко Или Порошенко Там этот Да благословить его Господь Нового Президента Избрали на Украине Чтобы Как-то это Кровопролитие Такончилось Православные Примирились Ну и всё Я пока Отдаю Виктор Посмотри Ещё вокруг Какие эти Внизу написано Клайпеда Я в Клайпеде Когда работал На Был у нас Черноморский На корабле Мы там На ремонте Стояли Это было В 63 Я работал В морфлоте Учился В высшем Мореходном Училище В Риге Вот Я очень любил Это много Во сне Вижу Ну очень Любил А может быть Плавал бы И утонул Вот тут Ветер Дует Сильно Показать Хотя бы Какие волны Идут Вот Посмотри Вот как он Идёт Как рассекает Там вниз Покажи Вон оно Где Вон туда Вон там Светится Где Это Господь Так Делает Море Великое Пространное И животное С большими С малыми Всё по Писанию Вот А дальше Открывается Простор Это Рижский Залив Очень Богатый Так Всё Тогда Отключаю Виктор Открывается Продолжение следует...